Мы можем отремонтировать помещения, здания и сооружения, и это соответствует термину модернизации с точки зрения 119-го хоза. Таким образом, это возможно, чтобы федерационное соглашение в качестве мероприятий, описывающих ремонт зданий и сооружения школы и его ослащения, подходило под термин модернизация. Таким образом, вот эти проекты будут сформулировать именно через модернизацию действующих объектов, образования. И еще один вопрос. Я бы хотел еще одну особенность рассказать в этом проекте, что там тоже нет инвестора на такую стоимость. Почему? Там 30 школ, ремонт, жарда на сумму 30, 40, 50 миллионов рублей. То есть, по сути, это просто ремонтная работа. И он, конечно, я еще не видел, зачем я это буду делать, еще 30-ти разных школах, цены очень низкие расцены и так далее. И решение было найдено внутри администрации на терминодайне, по проекту, наверное, оно получилось так, что у них есть подведомственное учреждение ООО. Сейчас это будет подведомственное учреждение субъекта. И мой вопрос когда-то заключался в том, для чего нужно создавать специальную проектную компанию. Проблема какая, что у нас 30 объектов, и мы сейчас нам вам говорим, ребята, каждый объект отдельная компания, объект отдельная компания. Вот для чего вводить 30 однотипных компаний. Хорошо. Мы, и в случае с ней ремонтным, действительно, это учреждение принадлежит Нижегородской области, и оно собирается выставить консессионеров. И оно попросило, давайте мы на одном юридическом милиции сконцентрируем все 30 проектов. Мы, со своей стороны, как вам, сопротивлялись и сопротивлялись, но в итоге согласились. И единственное, что мы очень хотели, чтобы понимание было у публичной страны, для чего, да, а что согласилась публичная страна в этой ситуации. Что если хотя бы по одной концессии будет объявленный фольфор, ну то есть что-то несловно, что-то не получится, и консерен не сможет размещать и обслуживать должность, то мы, к сожалению, будем вынуждены даже это не мы, с точки зрения закона Бангкос, мы будем вынуждены в этот дефолт поставить все самые концессии, которые есть на этом юридическом лице. И это такая некая проблематика, которую мы просто можем принять или не принять. Учитывая то, что это структура подлежит государству, и мы как бы уверены в ее противоспособности, охране противоспособности акционера, собственника этой организации, мы и стали свидетельствовать с того, что можно в данном, как я в этом случае, допустить создание не отдельных список под каждую школу, а собственно на одной организации сделать сразу создание миллионных местных школ. Вот такой вот вопрос. Давайте я чуть-чуть проплодирую. Давайте вот по этой части, уже созрели какие-то вопросы, по схеме, вот здесь есть какие-то вопросы? Есть? По организационной окружавательным услугам есть. У консессионера какие платные окружавательные услуги? Это же обязательная норма. То есть должна быть какая-то консессионная плата. Это плата за сам объект. А у консессионеров, в данном случае плата какая-то возникала, вы же максимуме показываете платные окружавательные услуги. Сейчас я покажу. Вот тоже механизм вот здесь, в investments. Смотрите, платная образовательная услуга – это по факту для консионера опыса. Она записана как его обязанность осуществлять, но мы не стали прописывать ответственность в сроке организации и так далее. При этом у него есть право заранее оговоренных сосков привлекать. Это третье лицо, которое консионеры чаще всего, видимо, будут привлекать, после чего ни одного не случилось в консессии, не дошли до эксплуатации, это будет та самая ГПУ. Ну, кого разумно на этом объекте привлечь в качестве лица, ответствующего за платные платные услуги? Эти школы и сейчас оказывают эти платные услуги. Вот, давайте, ее уже привлечем для оказания этих платных услуг. То есть, здесь как бы все сложилось. Там вопрос был про ответственность консессионера по консессионному соглашению за оказание платных услуг. За отступного образования. И тут вопрос, ну, очень серьезное разбирание. И я кратко так вот изложу, вообще, виды ответственности консессионера по консессионному соглашению. В случае, если он действует, это уголовная ответственность, это то, чего боятся все консессионеры. Она наступает независимо от наличия консессионного соглашения, его отсутствия, ни что еще. Если здание развалилось, а вот и повредили, уголовная ответственность проснили, независимо ни от чего. Есть у тебя платные платные услуги или нет, у тебя платные платные услуги. Если ты строил, плохо построил, и это прикидывает слово вред, то на ответственность наступит уголовная, конкретно физического лица, который допустил нарушение и так далее. Поэтому этот вопрос сразу снимаем. Консессионное соглашение, это, конечно, ничего не меняет. Вторая часть – это ответственность за качество образовательного процесса. И здесь вопрос, опять же, кто отвечает на образовательном процессе перед родителями, соответственно, ученика рода, если они учеником, за то, как его получили. Вот с точки зрения закона об образовании отличает организация, непосредственно осуществляющая образовательный процесс. Она для этого лицензию имеет. Его ответственность заключается в том, что он лишается лицензии в случае, если образовательный процесс организован неверный и так далее. Не консессионер отвечает. Единственный случай, когда отвечает консессионер, кстати, в консессионном соглашении, это важно, что в законе консессионер не отвечает перед гражданами, видите, теперь, ну, привительно, он отвечает перед консессионером. Единственный случай, когда сам консессионер может по какой-то причине обратиться к консессионеру и сказать, что ты плохо организовал дополнительное образование. Но тогда мы смотрим на эти нормы с точки зрения самого соглашения. Что там записано? И важно, чтобы консессионер, описывая тот объем образовательного пуску, дополнительный пуск, который он осуществляет, ну, просто его ограничил заранее теми возможностями, которые он предоставил сам конситент. В нашем случае это Министерство образования массивного данного нового, которое дало им перечень образовательного учреждения, осуществляющих доп. образователей. И вот когда мы всю эту ответственность, как бы разложили на части, оказалось, что не так страшно, строго говоря. И консессионеры, даже будучи застройщиком, не имеющие опыта, не все свои лицензии, которые в доп. образовании, с юридической точки зрения оказалось, что все разобрали. Вот с практической, да, мы считаем, что будет еще несколько скорых на эту тему. Наверняка они потребуют такого заобсуждения. Что мы сделали? Мы пошли в МинЭК. То есть прислали им нашу коробку по образованию. И сказали, 11 письмов. Уважаемый МинЭК, пожалуйста, разъясните нам, правильно ли мы поступаем, когда структурируют проект таким образом, что дополнительным образованием, оно является опциональным, и им занимается третье лицо. В МинЭК нам не совпадает письмо, что приводят, то есть оно в нашем банке данных есть, мы всегда можем его заслать. Сейчас мы работаем над тем, что просто утвердите, это как это типовое решение с самим министерством образования. То есть, ну, видите, вопрос был в отношении концессии, да, это как бы не к образованию, но к процессу вопроса. Это был вопрос именно к разъяснению положения 113. Поэтому мы обращаемся в МинЭК. А чаще ребёнок говорят, нет, дайте нам письмо о МинЭК образовании. Ну, хорошо, это в целом. С МинЭК образованием тоже исходит. Стараемся утвердить эти технологии, которые очень не надо заодно, чтобы они для вас стали такими организмами, я думаю, что тут тоже какого-то пояснения. А на практике на какой срок заключается? Нижний, можно сказать. Вот, самый же вопрос. Это, значит, по факту субъект не знает, как я с ним прочитать с федерацией. До 25-го года когда-нибудь. Правда? Поэтому он говорит, я хочу заключить с тобой соглашение на период у нас стройки, но это тяжёлые регионы, там период строительства очень коробные, поэтому у них проектирование строительства за 20-го года идёт. Плюс 5 лет эксплуатации. То есть так же поперекровал за 2025-й год. Однако субъект говорит, а если раньше будет расплачиваться? То он для себя выбил там особое условие досрочного погашения. То есть он не хочет переплачивать, если у него есть возможность полностью выйти из сделки. Поэтому он в консессионном соглашении отдельно описал для себя условия и правила выхода из сделки, если он хочет досрочно, по сути, вычислить объект и с ним рассчитаться. Вот такая конструкция, это тоже забалонтированно, а главное позволяет позволить с точки зрения с точки зрения самого консесса этого соглашения. А вот эта плата консцидента, она определена разными далеками платы? Ежепартальные платежи. Но не вся. Часть инвестиционная. Только она, а есть ещё размещение за вторым платежем. Давайте платежный механизм можем перейти, да? У нас как скроверился платежный механизм? Ещё раз, это кейс ХМАО. Это не обязательно именно так, да? То есть мы можем какие-то части этот платежный механизм передвигать, менять и так далее. Сейчас я поясню, в чём дело. Вот мы договорились, что ГБУ должно размещать платежи по коммуналке, ракаме и так далее. Почему? Потому что муниципалитет сказал, надо их стимулировать сокращение затрат коммунальных затратов. Пусть они сами оплачивают это. На основе договора и аренды они получают помещение, по нему оплачивают, уплачивают коммуналку, компенсируют затраты коммуналке. И как следствие, это будет делать само ГБУ. То есть ему деньги выделяются, а он уже выплачивает это консенсионеру. Дальше. Размещение эксплуатационных затрат консенсионерам. Имеется в виду операционные затраты на содержание зданий, налог на имущество, налог на прибыль. Это все те затраты, которые размещаются за счёт платы консцентента. Эта величина не фиксирована, она по сути определяется ежегодно, и она фиксируется на момент подписания, а дальше может заменяться с учётом инфляции или изменения какой-то составляющей по платежам. То есть если там изменился налог на прибыль, стал, не знаю, там не 18, там не 20, там какой-то причиной, там вернее так, там есть льгода по налогу на прибыль, она в каком-то году может закончиться, если она не будет продлена, то эта часть платежа тоже изменится. Но формула, её определение фиксируется в момент подписания профессионного соглашения и дальше изменения только вот этой операционной части на уровень инфляции, ежегодно на уровень инфляции. дальше полностью фиксированная величина это по сути возмещение расходов кондиционера по оплате в процентную планку и на частичное возмещение инфляционного закона кондиционера. О чём идёт речь? Вот эта часть, это тело плановского полка, полностью на плановской плети. И возраст займа кондиционера. Оно не равное этой части. Вот эту часть МАУ попросил выделить отдельно. Мы сначала с ними не соглашаемся. Даже более того, мы заключаем отдельный договор субсидий на возмещение затрат на 100%. И для нас это было не очень адекватно. Мы скажем, зачем? Проценты заранее известно. Давайте всё сделаем по множеству и соглашению. Мы не хотим выделить, потому что это разный бюджетный учёт. Более того, по проценту мы ещё можем получить возмещение кондиционера. И мы говорим, давайте эти увеличения выделять. Мы не знаем, будут, компенсации не будет, но давайте выделим отдельно, чтобы у нас был такой прозрачный полка. Плюс, как мы их вынесем в отдельную строковую бюджет, и таким образом можем её дотронировать в наши расходы, связанные с удорожанием объекта. Потому что, строго говоря, все остальные затраты, они в любом случае есть у консидентов. А вот именно процент на кредит, процент на отслуживание труда их нет. Поэтому они их выделяют. И дальше мы, с точки зрения описания платформы бюджета сказали, что всё-таки часть затрат акционера, часть затрат на создание размещается за счёт планов отхода. Есть и в главном случае хорошо, и его обстоятельство. Банк на это вообще не смотрит, не претендует. Нет получили разрешение своих затрат в создании объекта. То есть, в целом, вот этот механизм сегодня, он у нас выглядит я описанным таким образом. Он всем, ну, там, принимает время для других регионов, которые, как более-менее, мы прошли эту историю уже в Светловской области, Красно-Туринцев. Мы прошли в нижнем, там, оплатёжном механизме прошли ещё. То есть, у него более-менее есть понимание, что это... Оплатёжный есть, здесь есть согласия. Единственное, с чем мы столкнулись в нишнем, у проекта были другие проекты, где мы рассматривались оплаты концидента, и никакого у нас было установленного после. Значит, может ли бюджет на 100% оплачивать проект с помощью механизма о механизмах оплаты концидента? Не требуется ли служить какой-то 1% или 2% для того, чтобы это не выглядело как госзапаз по срочку или неэффективное использование бюджетных средств? Ответ досрочный. Если эта процессия, то однозначно может, и это подтвержено решение для суда по интересному башкирскому делу, там, где фас выступил против возможности 100% компенсации бюджетом затрата создания объекта консессорного соглашения. И это дело прошло в нескольких инстанции, все суды, включая ОПО, и даже фас уже официально признался и принял эту позицию на всех органах. Но это, к сожалению, пока в юридическом смысле не то же самое для ИЧП. Нет решений суда, подтверждающих, что можно оплачивать 100% компенсированные затраты частной стороны на создание объекта консессорного соглашения и совершения ИЧП. Строго говоря, суды, по идее, должны действовать по аналогии. Раз это можно концессить, значит, можно и ИЧП. Но формально решений суда нет. Поэтому формально подтверждение, что ИЧП можно компенсировать 100% на затрат. Нет. еще. Может быть, преждевременный вопрос, но все-таки я, например, глава муниципального образования, у меня есть разрушенная школа, ну, там, наполовину разрушена, у меня нет инвестора, я не знаю, что делать, вот, просто я глава, с чего мне начать, вот, а мне. Ну, не разрушенные, много зданий, которые уже в верхнем состоянии. у меня подряд идти в Сбербанк. Но, на самом деле, да, нельзя. Я думаю, что, во-первых, ну, с словом сказать, шутка-шутка, может быть, действительно, стоит начать обсуждения Сбербанка. По крайней мере, Сбербанк можно посмотреть, какие потенциальные инвесторы в регионе действуют, каково их финансовое состояние способны для них уходить за задачи. Уже, тогда, следующим этапом будет совместная встреча Сбербанка, администрации и потенциального инвестора. И администрация, да, со своей стороны, главная, что мы готовы на основе коровки реализовать вот какой-то проект для создания школы. Банк, одновременно, скажет, а я готов эту коровку пофинансировать. Я бы хотел поспать того инвестора, в такой ситуации скажет, слушайте, я подумал, мне не надо. Наверное, если вы у него есть условия созданные, он найдется, он придет. Если нет условий, то он как бы бесполезно что-то искать. Я бы хотел еще один момент отразить отношение образовательных учреждений. Вопрос стоял таким образом, компенсация при расторжении записанных консерном соглашении. Должна ли она бюджетироваться? Потому что платежи, платы пронцедента, вот эти все платежи, источники платы цены, она вся вещественная и мы ее видим как заранее, ежегодные платежи мы должны увидеть на всем сроке, не на всем сроке, как на периоде планирования бюджета, как на третьем периоде бюджета. Компенсация при расторжении. И здесь мы с медвейным работаем в этой части и имеются следующие основания. То есть у вас в момент заключения консерферного соглашения обязательства что-либо выплачивать в виде компенсации к сожалению нет. Как следствие у вас есть договоренное условное обязательство, но нет расходного обязательства с точки зрения бюджетного кодекса. Когда у вас наступило досрочное расторжение консерферного соглашения, оно всегда наступает по решению суда. Так зависит от закона. Таким образом у вас возникает решение суда как следствие расходное обязательство, которое вы должны забюджетировать. Мы долго переговаривались с двух сторонами и говорили, что оплата и компенсация должна быть забюджетирована в срок порядка 180 дней. Ну, прям, сказать, 180 дней, потому что их мало так организовывают бюджетный процесс. Например, в санкт-петербурге, они говорят, что у нас 80 дней нам мало, мы не успеем это решение, нам нужно 360 дней. То есть, фактически, мы говорим, у вас есть от срочек минимум на 360 дней, в течение которого вы бюджетируете, где-то и стоит, и еще от срочки по уплате. Это не значит, что она бесплатная срочка, и суд, скорее, все тоже назначат 200% это означает, что у вас есть бюджетный процесс и порядок бюджетирования этих средств на случай, если это будет расторжение и так далее. Единственное, что мы еще мельфина запрашиваем по школам, как раз по короткам в ЖПК, мы спрашиваем, является ли там бюджетной гарантией в смысле бюджетного кодекса обязательной компенсации и заключение прямого соглашения. Мельфина под этим нет, не является. сочетается бюджетный область, все речни, как бы, требования бюджетной гарантии, там у нас перечисленные описаны. Поэтому такими материалами по мере необходимости мы тоже готовы выделиться, ну и более того, здесь банк, который готов за этим разъяснениями ходить. То есть всегда довольно долго, но тем не менее мы обычно добиваемся своего, по крайней же точке времени законодательной позиции из-за позиции. А нужно область в целом в целом удорожание? Нет, и удовольный процент наставку. Значит, в этом году было 10,5, в этом году было 10,5. удовольствие для реализации этих проектов. И я думаю, что дальше вопрос с диалогом все же идут. Значит, что касается удорожания, и в инфрин автоматических технологов категорически стояло на том, что нельзя сделать удорожание, то есть если удорожание больше, 30%, то они отказываются. Потому что ХМАУ достаточно мощный регион может привлечь денег, собственно говоря, на внешнем рынке и одним образом построить те же самые новые программы из стольных школ. По крайней мере 20 из них запустили через механизм концессии. Еще там порядка 20, и в них идут по контракту. И еще часть было написано, что я так понимаю, 30% назад. Да, мы делаем 30%. Еще один момент, что в протяженной части было написано, я так понимаю, что мы делаем в Монтане, поскольку вода отдачивает, но при этом в самом бюджете могут быть деньги боять, сколько будет вот этот момент отдельная специальная компания, она оттуда будет оттяжение и будет обращать в свой момент получать эти деньги романтики. Давайте так, здесь расчет на что делается, то есть автоматически автономно его ежегодно выделяет средства на создание школ. По миллиару, по полтора выделяем, и так или иначе одну-две школы строят ежегодно застрой и поскодракт. Ну, это есть где-то, везде, а это все-таки явно. Что мы будем сделать? Скорее, ты постой сегодня 10 школ, а расплати с нами 10 лет. Нет, это разница у меня, по плану в одном районе школы, а ты построил Круги и Таня еще раз. У него по плану строится школ каких-то районов на горизонте до 25-го года. Программа есть у каждого субъекта в разных районах. Мы ему говорим, построи сейчас все во всех районах, а расплачивайся до 25-го года.